помолимся во имя отца и сына и святого духа аминь царю небесный утешителю душе истины и же везде и сын и вся исполняя сокровищу благих и жизни подателю прийди и селись одни и очистены от всякие скверны и спаси блажной души наша благослови нас господи на занятия не допусти нам уклониться ни направо ни налево от истинного понимания смысла слова твоего и пребудь с нами в этот день тебе славу высылаем отцу и сыну и святому духу ныне и крис и вовеки веков аминь еще раз всех приветствую братья как меня слышно пишите пожалуйста хорошо слышно до качестве качество звука хорошие слава богу тогда начинаем так теперь расскажите видно ли то что у меня на экране все хорошо тогда начинаем остановились мы на иоанна 129 так а вот тут у марины говорит нет связи но вы найдите это у вас скорее все потому что у нас все нормально мы как раз остановились на тот момент когда иисус пришел к реке иордан к иоанна крестителю мы читаем 1 глава 29 стих на другой день видит иоанн идущего к нему иисуса и говорит вот агнец божий который берет на себя грех мира тот кто настолько чист что берет на себя и соберет грехи прочих очевидно не мог принять крещение исповедание покаяние наравне с прочими ну это и правильно откуда если у нее нет греха то какое крещение покаяние исследуй прошу тебя и сиева выражение вот агнец божий слово это относится к тем кто и кое желает видеть агнца о котором возвещает исайя 53 глава 7 по 8 стих он истязаем был но страдал добровольно и не открыл у своих как овца веден он был на заклане и как огнец при стригущему безгласен так он не отвязал ус своих от усы суда он был взят народ его кто изъяснит ибо на торт от земли живых за преступление народом его претерпел казнь за много лет до пришествия христа было это пророчество которое полностью на нем исполнилось он не сказал просто агнец но тот агнец так как агнецов много как и в христов много но он есть тот агнец который прообраз указан у моисея исход 12 и о котором возвещает исайя 53 глава христос называется агнезом божьим или потому что бог отдал его за нас на смерть или потому что бог принял смерть христа за наше спасение не сказал иван взял грех но берет потому что он каждый день берет на себя грехи наши и одни через крещение другие через покаяние агнцы которых он которых закалывали ветхом завете не уничтожали совершенно ни одного греха но сей агнец берет на себя грех всего мира то есть истребляет и сглаживает почему не сказал иван грехи но грех может быть и потому что сказав грех он сказал вообще о всех грехах как мы обыкновенно говорим человек отпал от бога вместо все человечество так и здесь он сказал грех обозначил все грехи а может быть и потому что грехи мира что грех мира состоял в непослушании так как человек не зрел со страсти через неповиновение богу а господь загладил это непослушанием быв послушаем до смерти и уврачевав противное противным 1 глава 30 стих евангелия туана все есть о котором я сказал за мной идет муж который стал впереди меня потому что он был прежде прежде меня перстом указывает его и объявляет незнающим говоря все есть тот о котором я свидетельствовал перед фарисеями что он первенствует передо мною то есть превосходит меня достоинством и честью он есть муж всякой души и жених церкви ибо апостол павел говорит я обручил вас чтобы представить единому мужу именно христу 2 к олимпинам 11 глава 2 стих так и предтеча говорит я только друг женихов и посредник а муж идет за мною я привлекаю душу к вере во христа а он есть муж который соединится с ним далее читаем евангелия туана 1 глава с 30 31 по 34 стих я говорит иван я не знал его но для того пришел крестить в воде чтобы он явлен был израилем и свидетельствовал иван говоря я видел духа сходящего с неба как голубя и пребывающего на нем и не знал его но пославший меня крестить в воде сказал мне на кого увидишь дух исходящего пребывающий на нем тот есть крестящийся духом святым и я видел и засвидетельствовал что сей есть сын божий так как при тече был родственник господу ибо ангел говорит деве вот елизавета родственница твоя зачала то чтобы кто не думал что при тече благоприятствует господу и дает о нем такое высокое свидетельство по родству с ним он часто говорит я креститель в воде чтобы он то есть крестить в воде чтобы он явлен был израилью то есть чтобы все могли прийти к вере в него и он был явлен народу для того я крещу ибо когда я крещу народ стекается а когда народ собирается то я объявлю ему о христе и проповеди моей и сам он будучи на виду является присутствующим ибо если бы люди не приходили для крещения как бы иван явил им господа не стал же он ходить по домам и вводя за руку христа указывать на него всякому посему и говорит я для того и пришел крестить в воде чтобы он явлен был но мною людям приходящим для крещения отсюжу узнаем что чудеса приписанную христу в отрочестве ложны и сложены тем кои хотели осмеять таинство ибо если бы они были истинны то как не знали бы господа совершавший он и то есть как бы если бы он совершал чудеса но водка не галилейской то он бы уже был прославлен а здесь говорит что его никто не знал и что его иван креститель той к Buddhist и прославил то есть его указал на него и ради этого она был послан чтобы собрать людей к себе на крещение то есть собрать людей и указать там на господа то есть это его основная премиссии собственно говоря по крайней мере неестественно чтобы о таком чудотворце не было всюду разглашено и вы прежде прежде крещения господь не чудес не творил не пользоваться известностью это я напомню есть всякие апокрифы которые говорят там о том что христос якобы еще там 10 к лет чудеса творил там такие есть места как он там как будто иуды вместе он был знаком иуда искариот что иуда там убивал голубей а он взял там слепил там и он там взял его и оживлял ну то есть бред просто вранье я говорит и не знал его но отец открыл мне его в крещении но спросит иной если он не знал о как же вегелист матфей 3 глава 14 говорит что он удерживал его и говорил мне надо накрестить за тебя но сии можно ответили то что слова не знал его нужно понимать так что задолго вперед и до крещения его не знал его но тогда во время крещения узнал его или можно иначе отвечать хотя иван знала в иисусе что он христос но что он будет крестить духом святым все тогда узнал когда увидел двух исходящего на него и так словами я не знала его он дает разумеешь что он хотя Матфея не знал, что он будет крестить Духом Святым, но знал, что превосходнее многих. Почему? Зная, наверное, что он больше всех, Иоанн, по словам иммигелиста Матфея, удерживал его. Но когда не шел Дух, то он еще яснее узнал его и прочим проповедовал о нем. А Дух явился всем присутствующим, а не Иоанна только. Почему же, скажет иной, не уверовали? А потому что неразумное сердце их омрачилось так, что они, видя его и чудодействующим, не уверовали. То есть, если они его чудодействующим видят, не уверовали, то, конечно, и когда Дух на них в виде голубя сошел, они не уверовали. Некоторые же говорят, что Духа не все видели, а только благовеннейшие. Ибо хотя Дух не шел и чувственно, но ему прилично явиться не всем, а достойным. Так как все, так как и пророки, например, Даниил и Иезекииль, хотя много видели в чувственном виде, однако же никто другой не видел того. И я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий. Где же Иоанн свидетельствовал об Иисусе, что Он есть Сын Божий? Это нигде не написано. Агнцем он называет, а Сыном Божием нигде. Отсюда, естественно, предполагать, что и очень многое другое оставлено апостолом без записи, ибо не все записано. То есть он, видать, видно, он значит свидетельствовал о том, что Он еще Сын Божий, но просто это не записано апостолом. По этим местам, по стихам, у кого-то есть что добавить, что-то сказать? Может кому-то на ум что-то пришло? Можно сказать? Да, говорите. Вот, у Феофилакта Болгарского, там, первая глава, 29 стих, где он толкует, он говорит, много Христов приходило. Вот о ком он говорил? Много Христов было. Если вернешься, там, первая глава, 29 стих, где он толкует, вот то толкование, которое ты читал. Да, да, да. А братья, ответьте, сейчас мне тут позвонили, кто знает. Так, но Христос, Христос же это помазанник, переводится. Это означает, что он помазанник, но тот Христос, это значит тот помазанник, о ком свидетельствовали, о ком пророчествовали пророки. А просто помазанников много. Там Давид помазанник, ну и почти все. То есть Моисей, то есть это Христы, то есть они называются помазанники. А тот помазанник, то есть о каком пророчествовали, так вот, сейчас даже где-то напишу, посмотрю. То есть это просто помазанник означает, как и пророк, то есть есть пророк, а есть тот пророк, о котором как бы пророчествовали. Вот о них и речь. О нем точнее речь, то есть о том пророке. Они спрашивали из-за этого Иоанна, то есть до этого спрашивали, пророк, а он говорит нет. То есть кто-то говорит, пророк, он говорит нет. То есть это речь, то есть ты тот пророк, о котором пророчествовали, то есть о Христе, он сказал нет. Он отрекся, то есть говорит, нет, это не я. тоже здесь Христос, а есть Христы как и есть тоже Антихрист, один который будет, а есть Антихристы так, ну по этому вопросу понятно? да, да поехали дальше Иоанна 1 глава 35 по 37 стих на другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его и увидев идущего Иисуса сказал вот Агнец Божий услышавшие от него сие слова об ученике пошли за Иисусом по причине легкомысля слушателя Иоанн принужден повторять одно и то же чтобы по крайней мере непрерывным свидетельством произвести что-нибудь вот как Игнатий Тихонович тоже он для этого-то и повторяет многие вещи чтобы это в голову вдолбить потому что мы легкомысленно часто многие вещи пропускаем а очень важные в словах когда тебе раз десять это скажут в голове-то и откладывается и не обманулся, но привел двух учеников ко Христу то есть после первого свидетельства они не обратили внимание а вот когда он второй раз засвидетельствовал обо Христе то вот они уже услышали то есть не обманулся так да, вот Наталья Усатая пишет помазанные цари на царской пророками к примеру, как Кир и другие называют Христос с маленькой буквы да, вот Христос и Христы будучи истинным невестоводителем Иоанн Креститель он делал все для того, чтобы природу человеческую привести к ее жениху посему и Христос как жених молчит а все возглашает посредник да, действительно, как жених, который молчит и Господь как жених приходит к народу и вообще он вышел на проповедь напомню, именно когда Иоанн Креститель уже все забрали его уже вергли в темницу а до этого он молчал на браках обыкновенно не невеста приходит к жениху но жених к невесте хотя бы он был и царский сын так и Господь желая уневестить себе природу нашу сам сошел к ней на землю и когда брак совершился взял ее с собой когда вознесся в донь отца своего хм, да хорошее сравнение Иоанна, первая голова с 38 по 39 стих Иисус же, обратившись и увидел их идущих, говорит им что вам надо и они сказали ему рови что значит учитель где живешь и говорит им пойдите и увидите и они пошли и увидели где он живет и пробыли у него день тот было около десятого часа Евангелист Матфей рассказав о крещении Господа тотчас возводит его на гору для искушения а настоящий Матфеев опустив сказанное Матфеем повествует о случившемся по сошествии Господа с горы и так ученики Иоанна следуют за Христом и идут к нему после того как он сошел с горы и вынес искушение никому не нужно вступать в звание учителя прежде чем он взойдет на высоту доброветели ибо сие означает горою победит всякое искушение и будет иметь знак торжества над искусителем вероятно они стыдились и боялись Иисуса после свидетельства Иоаннова что он выше человека а ты прошу тебя подъявить их благоразумие они не только пошли вслед за Иисусом но и называют его Рави что значит учитель и при том тогда как еще ничего не слышали от него то есть они настолько доверились Иоанну что сразу в полном доверии пошли за ним и называют его учителя впрочем желая чему-нибудь научиться от него наедине они спрашивали его где живешь ибо в тишине удобнее говорить и слышать Господь не сказывает им признаков дома но говорит пойдите и увидите поступает так для того чтобы еще более привлечь их к последованию а вместе обнаружить силу их желания в том случае если они не затрудняются дорогу ибо если бы они пошли за Иисусом с чувством холодным то не решились бы идти до дома каким образом согласись то что Христос здесь представляется имеющим дом а в другом месте говорит что сын человеческих не имеет где голову преклонить Лука 9.58 одно другому не противоречит ибо когда говорит что не имеет где голову преклонить говорит не то что не имел решительно никакого пристанища ну то есть никого у крова там но что не имел собственного то есть у него был отцовский и так если он жил и в доме то жил не в своем доме но в чужом Евангелий замечает о времени что было около десятого часа не без цели не для того чтобы и учителей и учеников научить не откладывать своего дела до другого времени учитель не должен откладывать и говорить сегодня поздно научишься завтра а ученик должен всякое время признавать годом для учения а не откладывать слушание до завтра ну то есть он их позвал а уже это было вообще вечер и они не раздумывая пошли и то узнаем что ученики так и были умеренные и трезвые что употребляли на слушание такое время которое другие проводят успокоение тела будучи обремены яствами яствами и став неспособным занятию важным делом вот точно вот это и есть за день ты устанешь придешь домой наешься поешь а потом и спать хочется да исты ученики Иоанна Постника приметь пожалуй то что Иисус обращается к идущим за ним и показывает им свое лицо ибо если не пойдешь след за Иисусом в свои добрые добродетели то не достигнешь содержания лица Господня то есть не достигнешь просвещения божественным знанием ибо свет есть дом Христов как сказано обитает в неприступном свете 1 Тимофей 6.16 и как просветиться знанием тот кто не очистил себя и не идет кучом очищения да вот и мы порой все время откладываем встречу с Иисусом через Слово Божие напоследок то есть вначале какие-то дела делаем устанем так дела свои планируем что нам не хватает на Слово Божие времени если если всем остальным занимаемся 95% времени то 5 даже процентов трудно уделить особенно когда наешься на ночь тогда вообще очень тяжело это делать и вот тут показывает что ученики этим не страдали у него то есть они пребывали получается до самого до самого вечера с Иоанном учились от него и когда они Иисуса увидели они пошли за ним Иоанном не воспрепятствовал сути он их для этого и подготовил и пробыли они там у него так и нам вот вот а если бы они не были люди много же вот они двоем пошли а сколько людей не пошли сколько было учеников вот те кто не бодрствовали как они те не пошли за Христом и не увидели его лица и нам это тоже стоит взять себе в пример что мы если не будем бодрствовать не будем читать Слово Божие то можем и не услышать его слова не откроет нам Господь своего лица открывает он не ленящимся если по этим стихам есть кому добавить говорите братья какие то вопросы может есть в проповеди у Игнатих читаем в другой день видит Иоанна идущий к нему Иисус и говорит вот агнец Божий который берет на себя грех мира что мы знаем об Иоанне который известен как предтеча Христов отец которого был Захария у них долго не было детей затем родился сын обетования было предсказано что велик будет отрок сидеть перед Богом и это великое сокрыто от нас ни строчки священного писания нет какой он был до времени пока вышел на Иордан и поэтому все что об этом пишут где то говорят какой он был ходил где это все выдумки человеческие говорится о его одеянии о скромности о питании о жилище это главное что окружает человека жилище естественная пещера никто ему коттедж не строил к нам это не подходит но все таки пример можем взять жить поскромнее а то начинают квартиры менять конца нет из комнаты в комнату перетаскивать мебель все что-то украшают Матвей 734 сам же он имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожи на череслах своих а пищу были акриды дикий мед акриды это насекомые такие типа кузнечиков подножный корм под ногами что-то крутилось была у него какая-то обувь была ли у него тоже пример берем не украшаться быть довольны тем что есть ногота прикрыта так и довольна если было написано евангелие от Иоанна Крестителя как бы оно выглядело оно выглядело в одной строчке вот агнец Божий который берет на себя грех мира в этом все евангелие все благовестие апостол Павел написал 14 посланий и они все спрессованы в этой фразе вот агнец Божий который берет на себя грех мира задумаемся об этом знаменитая картина Третьяковской галереи явление Христа народу братья кто этот при интернете напишите покажите картину явление Христа народу Иванова подыскивал образы с натуры нарисовал более 600 этюдов про деяние у евреев узнавал пол жизни потратил на ее более 20 лет желание то какое было он сразу сказал что хочет пробудить сердца людей привести как бы внутренний духовный взрыв в России но ничего не получилось получил он командировку на несколько лет в Италию заплатили присвоили членцев в художественной академии загрузится загрузится что не забывается то что плохо видно почему-то а вот ну вот картина вот Христос идет Иван Креститель вон крещаемые но тут он все сложил как бы в одно иудеи хорисеи военные которых которые его спрашивают что нам делать мытари старики молодые интересная картина представляете сколько лет он ее писал все узнавал готовился то есть это произведение целое искусство и на этом все закончилось выделили отдельную комнату для этой картины Третьяков купил и никого не пробудил почему а потому что изначально была поставлена цель задачи невыполнимой нигде не написано что того что художник талантливейший напишет картину и люди пробудятся а написано Римлян 10.17 и так вера от слышания от слышания от слова Божия от слышания а не от зрения это же разные органы восприятия для ушей чтобы для них было слышание язык нужен а не колокола лить вот поэтому он возвестил вот агнец Божий который берет на себя грех мира и что в этом заключалось во первых он агнец а никакой не правитель то есть они то ждали что это Христос будет и у них правитель во первых он агнец напрасно вы думаете что он подыскивается под император под Ирода он ягненок ягненок безгласный и приготовлен к закланию Иоанн говорит Иоанна 1.31 я не знал его но для того пришел крестить в воде чтобы он явлем был Израилю услышанно услышано и в этом заключалась миссия его дальше этого он уже не шел Иоанн был родственник на 6 месяцев старших Христа вы меня до останавливаете потому что я сам как бы сам не могу могу это да ускориться идти как бы по своей мысли а для вас это будет быстро слишком не полезно Иоанн был ему родственник на 6 месяцев старших Христа но они не должны были быть родственниками Иоанн происходил из колена священческого Левина а Иисус из колена Иудина царского они не могли породниться потому что юноши каждого колена должны были девушек искать в своем колене но ввиду того что был плен и колена перемешались и Златоуст говорит поэтому породнились вот это интересно вот я тут не знал даже вот Агнец для нас русских людей если бы мы слышались вообще ничего не сказали бы те слова и непонятно но действительно вот для меня это тоже пока я не прочитал в Библии это все не узнал то что ну тоже что для меня это Агнец баранов мы в России никогда не резали то есть это даже для мусульманина больше значит чем для обычного человека в России русского а что это такое Агнец ягненок ну и что а дело в том что ягненок для кого для отца для нас Христос пастырь а мы ягнята почему Христос и сказал паси овец моих паси агнцев но здесь он выступает как ягненок пастальный Агнец которого закололи кровью мазали косяки и прикладину входных дверей это было прообразом вот этого дня Христос есть ягненок о котором предсказывал Моисей о котором предсказывает Иегова он сам царь пришел не просто ягненок бывает что человек кроткий смиренный голос его не повысит и голоса не повысит а это Божий ягненок а бывает так надень это вечью шкуру что не узнаешь кто он Адам волчьи зубы другая сущность Иоанн Вапиет я доказываю что это тот самый Агнец Божий и это еще не все он берет на себя грех мира который стомился в грехах и погибнет грех погубил человека все это от пророчества сказанного Богом Адаму и до последнего времени говорила что придет Искупитель придет но никто не знал когда придет и где наконец пророчество начинает присняться избавление от народа еврейского Аврааму говорит от семени его а там от семени пошли люди до того недобрые как цари читаешь их биографию ужасно иида он кланяется и убийство наполняет Иерусалим но линия родословой не прерывается то есть родословный не прерывается и даже хоть какие плохие не были люди иудеи цари убийцы сохраняется это преемство и Христос родится в этой родословной и мне кажется что и в нашем случае вот так же мы относимся к рукоположению священства которое идет от апостольских времен что могут попадаться и много попадались нерадивых епископов и даже богопротивников но если рукоположение у них было и они и это есть то там есть церковь то есть независимо от грехов самих людей Господь сохраняет ради людей церковь там где есть рукоположение от апостолов а там где рукоположение от апостолов нет там и нет церкви хоть какие они будут хорошие хоть будут в сто крат лучше чем архиереи епископы церкви так продолжим так кто-то что-то написал я не сразу поняла кто я сразу поняла кто такой агнец как же удивительно что и чудно Бог все предусмотрел для спасения людей что все события ветхого завета были пророблены до того того что будет в будущем да какая забота была проявлена все предусмотрено есть у кого-то что можно добавить по сказанному прочитанному сегодня мы хорошо быстро проходим меньше обсуждений больше читаем ну разное время бывает бывает больше пообщаться хочется а бывает больше послушать и прочитать Евангелия Туана первая глава сороковой по сорок второй стих один из братьев один из двух слышавших от Иоанна об Иисусе и последующий за ним был Андрей брат Симона Петра от Андрея Русь как бы приняла православие пришло христианство пришло от Андрея брат Симона Петра он первый находит брата своего Симона и говорит ему мы нашли Мессию что значит Христос и перевел его к Иисусу и сужа взглянув на него и сказал ты Симон сын Ионин ты наречешься Кифа что значит камень Петр то есть Андрей и Симон Петр что что Христос уже признали прям сразу практически своего когда они о нем узнали то есть видно Иоанн их уже к этому подготовил что вот он именно тот Христос Мессия которого ожидали я так это понял то есть они не знали что это Бога человек но знали что это Христос Венгелист сообщает нам об имени Андрея об имени другом умалчивает некоторые говорят что другой был сам Иоанн пишущий сие а иные говорят что это был из незнатных притом от знания имени не не прибыл бы пользы об Андрею упомянут так потому что он был из знатных так и потому что он привел своего брата посмотри пожалуй на любовь его к брату как он не скрыл от брата он и благо сообщает ему о сокровище и с большой радостью говорит вы нашли вероятно они сильно желали много занимались исканием мессии и не просто говорит мессию но с артиклем оного то мессию то есть того самого который есть поистине христос ибо хотя многие назывались помазанками и сынами божьими но ожидаемый имя был один вот как раз и ответ на вопрос Андрей привел Симона к Иисусу не потому что будто Симон был лекомыслен и увлекался всякой речью но потому что он был очень быстрый горяч и удобно принял речи которые брат передал ему о Христе начинает себя открывать ему пророчеством о нем так как пророчество убеждает людей не менее чем и чудеса а если еще не более то Господь пророчество Петре ты говорит Симон сын Ионин потому открывает и будущее ты наречешься высказав настоящее через то удостоверяет и о будущем впрочем не сказал я тебя переименую Петром но ты наречешься ибо сначала он не хотел обнаружить всю свою власть так как еще не имели твердой веры в него для чего же Господь призывает Симона Петром прозывает Симона Петром а сынов заведевых громовыми а для того чтобы показать что веткий завет дал тот же кто и ныне переменяет переменяет имена как тогда назвала Авраама Авраамом Асару Сарою вот интересно вот это я тоже не знал чтобы для этого что действительно Господь переименовывал и здесь он уже как Бог переименовывает вот что интересно открывается знает то что Симон значит послушание а Иона голубь и так послушание рождается от кротости которая обозначается голубь а кто имеет послушание тот становится и Петром через послушание достигая твердости в добре послушание Богу послушание заповедям Божьим и людям Божьим которые могут привести к Богу Евангелие Туана первая голова 43-45 стих в другой день Иисус восхотел идти в Галилею и находит Филиппа и говорит ему иди за мной Филипп же был из Весаиды из одного города с Андреем и Петром Филипп находит Нафанаила и говорит ему мы нашли того о котором писал Моисей в законе и пророке Иисуса сына Иосифа из Назарета а вот этот Нафанаил он хорошо знал в Писании речь Господа не просто говорилась а сердца достойных тотчас воспоминала любовь к нему воспоминялась как и Клеопас со спутником говорят не горело ли в нас сердце наше когда он говорил с нами на дороге то есть когда он воскрес они же его не узнали они шли и он с ними беседовал их сердце горело и они потом вспомнили что сердце горело так же как когда они разговаривали со Христом а это и был Христос так как Филипп имел озабоченное сердце постоянно занимался писаниями Моисеев и всегда ожидал Христа то как увидел его тотишь убедился и говорит мы нашли Иисуса мы нашли а это показывает что он искал его сей город был небольшой и приличный мог бы назвать деревню посему и нужно удивляться силе Христовой что он лучших учеников избрал из среды не приносящих никакого плода Филипп так же не удерживает добра за собою но передает Нафанаилу вот кстати вот и пример о благовестии вот узнал бы он Христа и остался бы с ним но нет он пошел и начал передавать своим братьям Нафанаилу передал а так бы и не узнал Нафанаил возможно узнал бы но уже не от брата или позднее и поэтому и нам что мы добрые когда получаем мы всегда должны братьев перед им это говорить и мы не знаем как откликнется сердце на это потому что если человек не услышит то и он не узнает если не узнает то он и принять не сможет как мы можем лишать братьев такое такого счастья узнать Господа а если не примет но это и уже на нем остается нам разницы не должно быть мы должны всех звать на брачный пир и как Нафанаил был сведущ в законе то Филипп отсылает его к закону и пророкам потому что он прилежно упражнялся законе называет Господа сыном Иосифовым потому что время считали его сынов Иосифа ну понятно откуда они знали то есть он был такой же вот если войти как бы в то время вот в это состояние то людей то они то его знали такого же человека то есть знали его род откуда он произошел мать отца знали что он плотник все это знали они абсолютно у них не было никакого представления о том что у него какая-то божественная природа и чтобы это преодолеть вот это незнание чтобы и вот эту веру человек чтобы приобрести Богу понадобилось сколько он три года он проповедовал и быть распятым и воскреснуть и только тогда совершенно эта вера пришла а до этого тоже люди и сомневались и не знали этого и это очень трудно в это поверить действительно это гораздо легче поверить вот сейчас читая чем находясь при нем называет его назаренин хотя он собственно был вифлием ямнианин потому что он родился вифлиеме и воспитывался в назарете ну то есть он родился в вифлиеме а воспитывался в назарете и все люди думали что он Назарей. И там написано, что он Назареем наречется. Но он Назареем не был, так как Назареи, ну и вообще принято считать, что Назареи они не стригли волосы, не пили вино, ну и много чего не делали. И многие считают, что он был действительно Назареем и рисуют даже его с волосами Христа. Но он Назареем не был, так как он пил вино. Если он был Назареем, он бы его не пил. И много то, что Назареем запрещено было делать, он делал. Поэтому неизвестно по поводу его волос, были ли они вообще неостриженные. Потому что, ну мы так видим, но неизвестно это. А ее рисуют-то потому, что он Назареем нарекался. Но вот Игнатих, ну что так, по крайней мере, утверждает, что тут мы не знаем. Но как рождение было многим неизвестно, а воспитание известно, то называет его Назарянином, как воспитавшимся в Назарете. Иоаннгелия Туана, 1 глава, 46-48 стих. Но Нофанаил сказал ему, и Назарета может ли быть что доброе? Филит говорит ему, пойди и посмотри. Иисус, увидев идущего к нему, Нафанаила говорит о нем. Вот подлинный израильтянин, в котором нет лукавства. Нафанаил говорит ему, почему ты знаешь меня? И Иисус сказал ему в ответ. Прежде, нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя. Филипп сказал, что Христос из Назарета. А Нафанаил, как более сведущий в законе, знал из Писаний, что Христос должен прийти из Вифлеема. И потому говорит, из Назарета может ли быть что доброе? Ну то есть он знал, что в пророчестве Христос придет из Вифлеема. А это же не было известно, что он родился в Вифлееме. Все думали, что он из Назарета. И он абсолютно справедливо сказал, что может ли быть что доброе из Назарета. То есть это абсолютно правильно он сказал. Филипп говорит, пойди и посмотри. Ты знаешь, что Нафанаил не отстанет от Христа, если послушать его речей. Христос, то есть мы много чего часто не знаем, и нам надо непосредственно послушать. Христос хвалит Нафанаила как истинного израильтянина. Потому что он не сказал ничего ни в пользу, ни против его. Ибо слова его происходили не от неверия, а от осмотрительности и от ума знавшего из закона, что Христос придет не из Назарета, а из Вифлеема. Видите, как Господь поощряет, когда человек осторожен, именно из-за того, что знает Писание и закон. Что он не берет на себя суд раньше времени. Там, к примеру, говорит, что вот тот святой, вот как канонизация, к примеру, чья-нибудь. То есть берут суд до времени. А мы из Писания знаем, что не судите прежде времени. Пока не откроется то, что скрыто во мраке. То есть если человек так поступает, то Господь его похвалит за это. Хотя он может и ошибиться насчет какого-то действительно святой, может быть его, а он не будет знать. Но если он это из закона, из слова Божия вывел, то Господь такого похвалит. Как и здесь он похвалил на Фолнаила, что он не признал его. Как бы ни в пользу, ни что не сказал. То есть он пошел. Кому-то есть что добавить? И Господь сказывает ему то, что не знал никто, кроме его самого и Филиппа. То, что было говорено и делано наедине, и таким образом открывает свое божество. Филипп беседовал с Фолнаилом наедине, когда никого не было под Смоковницей. Однако же Христос, не быв там, знал все, почему говорит. Я видел тебя, как ты был под Смоковницей. Господь заговорил на Фолнаиле, прежде чем приблизился Филипп. Для того, чтобы кто не подумал, что Филипп пересказал ему о Смоковнице и о прочем. О чем говорил с Фолнаилом. Ну, то есть, получается, Христос, по сути, чудо сотворил. То есть он и показал, что ему известно то, что неизвестно другим. Чтобы подействовать на Фолнаила, на него. Да. Что? Ну, с Моковницей, он убился. И вот, когда Иисус сказал прежде, я видел тебя, что он, его молитвы, и мне это слышно. Алька где написано? Где-то тоже, как он, ты читала. Да, в толковании вот тоже жена говорит, написано, что в каком-то что. Там написано, здесь написано, прежде молился. Видел тебя прежде. Сейчас, как тут написано? Под Смоковницей он был. Да. Прежде, нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под Смоковницей, я видел тебя. То есть прежде еще, когда позвал, то есть еще до разговора, он уже его видел. Вот действительно. И вот в каких-то толкованиях, вот жена говорит, она читала, что там написано, что он молился под Смоковницей, и Господь его видел. И он ему показал, сразу открыл, что он Бог, ну, по сути, что он знает об этом. Это тоже интересно, я бы это не знал. Евангелие Туана, 49 по 51 стих. Нафанаил отвечает ему, рави, то есть сразу же он отвечает ему, учитель, ты сын Божий, ты царь Израилев. Иисус сказал ему в ответ, ты веришь, потому что я тебе сказал, я видел тебя под Смоковницей, увидишь больше всего. И говорит ему, истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелы Божьих, восходящих, нисходящих с Сына Человеческого. Пророчество имеет величайшую силу привлекать некоторых к вере, и его силы более, чем силы чудес. Ибо чудеса могут быть представлены прозрачно и бесами, а точного предузнания и предсказания будущего никто не имеет, ни ангелы, ни тем более бесы. Почему и Господь привлек Нафанаила, сказав ему и место, и то, что Филипп звал его, и что он поистине израилетянин. Нафанаил, услышав все, почувствовал величие Господа. Насколько было возможно, исповедовал его Сыном Божиим. Впрочем, хотя и Сыном Божиим исповедуют, но не в том смысле, в каком Петр. Он верует только, что Иисус есть человек, боголюбезный и царь Израилев. Если бы он исповедовал его истинным Богом, то не назвал бы его царем Израиля, но царем всего мира. Засеял он и не ублажается, как Петр. Посему и Господь, исправляя его и возводя к уразумению достойного Божества, говорит, будете видеть ангелов Божих, восходящих и нисходящих над Сыном Человеческим. Принимай, говорит, меня не за простого человека, но за владыку ангелов. Ибо кому служат ангелы, тот не может быть простым человеком, но истинный Бог. И сие сбылось при распятии и при Вознесении. Ибо, как повествует Лука, и при страданиями ангел с неба укреплял его. И при гробе явился ангел и при Вознесении. То есть, видите, он первый как бы исповедовал Иисуса Сыном Божиим. Но не в том смысле, что он действительно является Сыном Божиим и Богом, как это исповедовал Петр. Но в том смысле, что как бы по человеку, как человек он являет Сыном Божиим. Как Давид, можно как Давида назвать, то есть царем. То есть, он его понял, что он Христос, но то, что он Сын Божий, он еще не понял. И сразу Господь его возводит еще больше мыслей. То есть, им недостаточно Богу принимать такого. Он сразу говорит про ангелов, что ангелы будут ему служить, чтобы возвести его мысль к небу. Братья, ну давайте что-нибудь скажите, какие-то мысли у вас есть. Вопросы. Да, здесь все ясно. Так, ну давайте тогда тут сейчас я посмотрю еще дальше. Исаия 55.11 Так, и слово мое, которое исходит из суд моих, оно не возвращается ко мне тщетно, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его. Бог обещал от корня Давида посадить на престоле, и это исполнилось. Агнец Божий, о котором читает в Евнух, и есть казненный за наше преступление Господь. Но он не знал, о ком идет речь. Пророк Исаия говорит. 53 глава 5 стих. Но он изъявлен был за грехи наши, мучен без обеззакония наши, наказание мира нашего было ли на нем, и ранами его мы исцелились. У нас в трапезной написано стене, где изображен на Голгофе Христос, упавший среди воинов под крестом. Он уже пришел? Да. Вот почему Иоанн называется величайшим пророком, которые когда-либо были рождены женами. А что Исаия не великий? Великий. А этот еще более великий, говорит Затаус. Потому что тот за 650 лет, а этот вплотную к нему и руками коснулся его, когда крестил. Иоанн 1.27. Он ты идущий за мной, но который стал впереди меня. Я не достоин раздавать ремень Нобива его. Вот почему он был самый великий. Его миссия только в том и заключалась. Он бы мог Христа найти и тайно покрестить дома. Мог вполне. И мог договориться. Ты приходи, у меня там бассейн дома есть. Но нужно было идти в виде Христу миру, Христа миру. Радио не было, газет никаких не было. Я думал сколько раз. А как? По-другому-то можно было. А никак. По-другому. Притом Иоанново крещение прощения грехов не давало. Ибо написано. Явился Иоанн крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния. Для прощения грехов. То есть не в прощении грехов, а для прощения. Какое прощение, когда Иисус еще не умер? В будущем. Для того, чтобы они приняли Христа. Тогда весь народ стал собираться. Видим, был какой-то особый наплыв людей. Как крещение сегодня весь народ стекается. И в этот момент является Христос. Люди с разных областей, разного положения. Воины, мытари, администрация, прокуратура, КГБ. Все были здесь. И каждый попрошал. И спрашивали его народ. Что же нам делать? И думаешь по тому, какие задавали вопросы. Какой невысокий духовный уровень был. Как будто не знаете, что делать. Спрашивает налоговый инспектор таможенник. Русский царь при основании этих учреждений знал, в каких грехах им потом придется каяться. Учредить таможнюю службу? Зарплату положить им наименьшую. Набрать людей туда наиподлейших. Ибо волчья свора сама себя прокормит. Петр знал, что самых подлых и бедных ставить нужно на такую должность. Где они себя награбят. Их ставить надо инспекторами, налогами. И они тут наворуют себя. Самых бездарных хватких поставить в попы. В экологии, санпидемнадзор, в БТИ, разбойники. А разбойники сами в милицию пробьются. Они такими всегда были. Он говорит, не берите лишнего. Вы это не знали никогда? Отошли. Ну, то есть, Иван им говорит, не берите лишнего. То есть, по сути, он им перекрывает сразу этими словами, чтобы они какие-то взятки брали. А вы без батюшки не знали, что у вас Евангелие есть? С такими пустяками едет в монастыри разбирать. Ну, и действительно, ездит в монастыри. То есть, Слово Божие лежит дома. Которая все говорит, почти о всех вопросах. Как жить, что делать? Ну, нет, надо ехать на Святую Гору. В монастыри всякие. К матроне, к мощам. Чтобы получить волю Божию. Хотя воля Божия у них на полке лежит. И я таким тоже был раньше. Думал бы. Найти бы какой-нибудь старца, который изрекет волю Божию на тебе. Но в то же время думаешь, да ну еще изрекет что-нибудь такое, что не захочешь выполнять. А потом будет ответственность. И не ехал. Поэтому. И слава Богу. Мы ничем от них не отличаемся. Давайте применим тогдашних к себе. Слово Божие есть живо и действенно. А как он на нас действует? Если бы мы были там, о чем бы мы спросили его? Господи, а в субботу вечером ходить в храм надо или не надо? Потому что некоторые вообще не ходят. А некоторые так бы и спросили. Господи, а может и мне разницы никакой нет? А пойду я в соседний храм? Батюшки нет. А сюда не пойду. Вот такие вопросы задавали бы. Воины спрашивают. А нам что делать? У вас устав есть? Армейские люди вообще ничего не спрашивать не должны. У них все расписано. Иисус знал, что их совесть беспокоит. Поэтому и спрашивали. И он говорит, не требуйте лишнего. У тебя сила. И они знают, как сейчас милицию заберут, в карманы лазают. Не обижайте людей. Сегодняшняя милиция получила бы ответ. По карману людей не лазьте. Человек выпил, не выбил. Уж забираете. Что попало, делайте. И поэтому вы все грешники. Все до единого. И вот этот агнец пришел, который берет твой мытарь грех. А ты главный здесь налоговый инспектор по Алтаю или просто по стране. Для бога ты больший грешник, больший мытарь. А его поздравляют. Какую должность он получил? Так, извините. Сейчас. Алло. Нет, нет, нет. Хорошо, хорошо. Да, 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 позвоните. Прошу прощения. Вот нам вывод, что твои грехи больше всего Христа распинали. Что этот человек нагрешил меньше, грабил меньше, чем тогда? Ты десятки тысяч людей обобрал. Ты миллиардером стал в течение одного года. Как ты им стал? Никто его не арестовывает. Он уезжает. Грех всего мира. И нерожденный мир был на этом Агнеце Божьем. То есть все грехи, которые человек только совершил, совершал и совершить. И когда мы слышим слово Иоанна, что он пасал его и его не знал, и не... Я не по родству выдвигаю его, но мне дано было знамение. На кого увидишь Дух Исходящего, то знай, что этот самый. Дух Божий давно покинул тех людей, кто грешит и не принимает Христа спасителем. Бытие 6.11, Римлян 3.12 Но земля растлилась перед лицом Божьим, и наполнилась земля злодеяниями, и Бог возрел, и нет делающего добро, нет ни одного. Все согрешили, все лишены славы Божьей, нет праведного, нет ни одного. Многие их быстрые на пролитие крови. Я искал и не нахожу, людей-то нет. Как это нет? Одного человека не могу найти. С фонарем диоген искал. Потому что человеком может называться тот, кто по образу Божьему живет и поступает. Тот, чьи грехи Агнец взял и омыл. Христу не надо было креститься. Он един свят, един Господь Иисус Христос. Он нам дал пример. Иоанн это знал и говорит. Тебе ли креститься от меня? Матфея 3.15 Но Иисус сказал ему в ответ. Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнять всякую правду. Тогда Иоанн допускает его. Кстати, сегодня разговаривал с одной лютеранкой бывшей. Но которая крестилась в православном храме. Но еще у него есть заблуждение лютеранские. Я ей где-то еще месяц назад сказал про крещение. То, что если она не крещена трехкратным погружением, то крещение действительно. Ну, конечно, она с этим не согласилась. Ну, не согласилась, не согласилась, даже спорила. Но я ей все привел, в принципе. Она так замолчала. И сегодня я с ней, когда разговаривал, она уже, видать, ее за этот месяц эта мысль-то промыла. И она уже такая начала размышлять. А что, как креститься? Где, у кого, какого батюшку найти, чтобы креститься в трехкратном погружении? И самое главное, знаете, какие слова, ее какие слова. А они же любят Писание. Какие слова ее задели и подвигнули на то, чтобы вот сейчас начать искать крещение. В православном храме трехкратным погружением. Она прочитала вот эти слова. Иисус сказал им в ответ. «Оставь теперь, ибо так належит нам исполнить всякую правду». То есть она поняла, что раз крещение правильно трехкратным погружением, что надо оставить все размышления насчет этого, чтобы действительно, недействительно, но исполнить всякую правду. То есть правда, это же правда, что крещение должно быть такое трехкратным погружением, они такое это и не крещением просто играть надо исполнить всякую правду ей вот никакие долго не подходит она именно эти слова к себе отнесла и все и и уверовала то что надо креститься трехкратно погружение вот такое интересное потом еще интересно удивительно в этом случае вячеслав они просто ищет то есть но просто ради крещения до приходят креститься а дальше живут также по-летерански ну вот в данном случае вот с ней если брать она от лютуранской уже состояние отхода по крайней мере мы с ней общаемся и она уже не противоречит и уже и про апостольское преемство и про все остальное и ну видно что уже все человек отходит от этого но этот сразу так тоже не отвалить от этого по крайней мере и и начинает все это пробивать а знаете чего интересно еще чаще у меня позавчера крестилась трекратным погружением в храме православный представляете германии мусульмане приходят к лютеранам и креститься так как это государственное узаконено государством и им дают благодаря этому что что они крестятся у литеран вместо на жительство в германии то есть их них их не депортирует а в основном это выходцы из ирана так делают иранские семьи чтобы жить на халяву тут а вот приходит креститься у лидера но там ходят на их не собрание мне во всем помогает ну и вот тоже я же мы с чёщей разговаривали я такие говорил про крещение что мы креститься будем она же тоже восставала спорила я и приводил все эти жена мне и приводила на спорил спорил в итоге видать опять таки и это проела мысль и она батюшки сказал и батюшка попался представляете православный который йог пригласил сам и погрузил троекратно то есть теперь я знаю храм у нас сказали где есть священник который обливанца может покрестить то есть вот такое интересное за деньги кстати надо спросить вот это я кстати вообще забыл спросить мне кажется нет кажется но надо узнать точно и потом потом напишу скажу вообще забыл спросить пройти куда это больно я там тему конечно просто сам факт вот так вот этот что хотя никаких изменений то нету естественно просто вот она это восполнилась так а иван также крестил вы вену они близ салима потому что там было много воды и приходили туда крестились то какое вы иметь сегодня право только мокрые ладошки поповской пухлый затылок мочить почему вы не ищете там где много воды куда надо идти туда где проповедца агнец божий мы сегодня каких только не знаем наук она а нужна одна наука знать бога если ты преуспеваешь заканчиваешь университет но не знаешь бога какой ты нанес ущерб себе знаешь ли ты агнеца божия ты знаешь что он твои грехи взял знаешь что ты делала незаконно рожала незаконно убивала воровала это все распинала христа убивала его пронзала копьем его на кресте вот агнец божий который берет на себя не только грех мира а скажи мой грех сколько еще будет праведников и было ли и было за 2000 лет мы склонны думать что были миллионы проповедников а второе время был только один проповедник один благовестник на всей земле благая весть это радостная весть избавления от грехов ты что сын божий сошедший с неба умер за нас а вот смотри наталья ответ на вопрос ты помню говорил что ты когда читал и евангелие но то есть ты принимала христа как сына божия но как бога не не принимала вот поясни что ты под этим подозреваешь что ты понимал как сына божий как сын божий то что он не бог то что он сын бога спаситель до 2 2 2 лица троицы но не то что он бог я там еще хотел раньше сказать про нафанаила вот нафанаил если бы господь ему не сказал я видел тебя когда ты был по смоковнице да но кто может видеть нафанаила когда умолиться как только бог я вот постепенно когда читала читала я тогда уже поняла да я уже помолилась еще раз чтобы не сомневаться что иисус христос он или сын божий или бог вот я не могла это просто понять вместить себя как может в одном 2 то есть и бог и сын божий это потом просто господь просто мне такие как бы не голос ничего вот как бы и совести такие три слова я есть им бог и все я тогда это уверовала вообще не было сомнений никаких ну понятно ну то есть у тебя как сын божий не шло что это бог да потому что вот я когда сын божий слышал для меня это сразу было как бог ну то есть сразу же то есть это не раздеть не было такого разделения ну я понимаю что бог отец это всемогущий бог да то что из верхнего завета я стал просто верхний завет новый завет не знала я просто не могла понять то есть это тот бог верхнего завета он один и тот же потому что когда читаешь новый завет евангелие и читаешь верхний завет то есть там глаз за глаз за зуб а тут в новом все новое, любите друг друга, то есть Христос это возвысил, да, этот Ветхий Завет. Я так просто никак не могла понять, то есть Бог Он или не Бог. То есть Он как Сын Божий, как Мессия, Ему дана власть, сила, Он делал чудеса, воскресал мертвых, поселял бесноватых, прокаженных, да, то есть как бы у Него была такая сила, Бог Ему дал, но что Он именно Бог, то есть тот же Бог от начала, да, я это не могла понять просто. Просто я молилась и все. Да. А вот интересно, что когда вопрос, когда задаешься каким-нибудь по Писанию, да и вообще каким-нибудь вопросом, то Писание начинает тебе отвечать, то есть когда ты его читаешь, ты начинаешь видеть эти ответы. В самом Писании. А если вопросом не задаваться, то можешь и не видеть ничего. Кстати, я хотела сказать, я когда первые читала Евангелие, я сама себе задавала вопрос, у меня не было толкований, как-то другой стих уже читала дальше-дальше, да, мне интересно было, а что дальше, а как дальше происходили события, у меня просто были уже, это, у меня было понимание, о чем там говорится. А потом уже, ну, более толкование я уже начала уже потом искать в интернете. Вот, кто такие волки в овечьих шкурах, да, уже пророки, то есть я еще не до конца понимала, кто это такие, то есть, что именно подразумевается, как и кто именно под этими словами. Интересно, кто-нибудь еще может рассказать, как они уверовали, что Христос есть Бог, а не просто человек. Я уже говорил, как бы, но еще раз, как бы, повторюсь немножко, что вот у меня, изначально у меня с 7 лет, мне бабушка была верующая, единственная в семье, папа, мама не верующие, дедушка тоже, бабушка католической веры была, и она мне учила где-то с 6-7 лет где-то молиться, там, отче наш, за маму, за папу молиться, и так далее, и рассказывала, сколько я помню, вот о Боге, и потом у меня вот появилась эта детская, вот эта, в виде комиксов, и вот этого сектантского издания, как Новый Завет, с деяниями апостолов, Евангелия, и я о Христе знал, я всегда как-то знал, что Он Бог, у меня никогда какого-то не было сомнения, потому что я поверил бабушке просто, что бабушка мне рассказывала, и то, что потом я прочитал вот это Евангелие, вот это, в виде комиксов, не настоящее, но там интересно, там, знаете, как в православных детских библиях, или детских евангелиях, там написано, как бы там, краткое описание некое, а тут было конкретные цитаты, взятые из Евангелия, из всех четырех Евангелий, и сложенные, ну, в одну книгу, и там, все события там разрисованы, как в виде комиксов, что вы, и поэтому, когда я потом уже, когда был взрослый, я как бы, мне легко было это все вообразить, даже не надо бы воображать, мне это все было видно и ясно, как бы, ну, с детства было у меня, например, мне не было никогда сомнения вообще, что Христос, это Бог, что Иисус Христос, Он Бог, что Он, Он был распят за нас, более того, когда вот в костел ходили, в католический, там было, знаете, как в храмах, в православных храмах, там иконы, как Андрей Кураев сказал, что это Библия, Библия для неграмотных иконы, но в католическом, в этом плане лучше, там конкретные события, как его ведут на распятие, как он распят, и там все вот эти изображения, они все, как и по евангельским событиям, точно по хронологии разложены, а у иконы, это просто как бы образы святых, а там конкретно хронологические события, все по порядку так, ну, висят на стенах, как бы, поэтому видно, как бы все и все понятно, на, там, на богослужениях их ничего не понимал, конечно, но исповедался, понимал, что там, ну, не было в плане, там, сомнений, Бог, это ли не Бог, во все, все это время у меня было четкое понимание, мне даже когда во втором классе как-то приходили там сектанты, это, в втором классе учился, в школу у нас, женщина приходила, сектант какая-то, учила о Боге, о Христе, что-то, какой-то урок там отдавали ей, почему-то, не знаю, вот, меня попросило, я единственное в классе знал, очень наш, почему-то никто другой не знал, я был научен этому, вот, просила читать, а потом интересный момент такой был, вот, мне сказали, она рассказывала, что там, ну, там люди ходят, там эти, к статуям поклоняются, я говорю, мы с бабушкой вот ходим в костел, я тоже целую ногу там, статую там, Христу там, да, и она, она сказала, вот, это неправильно, так нельзя делать, я потом бабушке рассказал, она такая, она сказала своего, чего это не происходит, не слушай ее, что она говорит, другой раз было, что в пятом классе у меня, например, когда был урок биологии, первый урок, учительница рассказывала там, что, ну, вот, что мир, там, планета, человек создан, мы с пыли, что мир зарождался там, из этих космических объектов, там, так далее, все, потом, я такой, ну, я такой поднял руку, ну, как, дев срады, ну, как, Бог же создал это, или она спросила, я не помню, как было, или она спросила, кто, как, как, кто создает, говорю, ну, дев срады, и она такая, ну, кур, курдев, курдев, покажи, покажи Бога, где Бог, где твой Бог, ну, вот, у меня как бы было, у меня не было никогда сомнений в этом плане, есть Христос, нет, ну, есть, все, потому что я поверил бабушке просто, и все, но потом уже другое, другое было, что я, я после лет 11 где-то, я захотел больше вот того, что все хотят, эти подростки и так далее, я ничего, я перестал ходить в костел, и перестал, ну, молился уже очень редко и так далее, но, естественно, я нормального Евангелия не читал никогда, и Библии вообще, в то время тогда еще, но взрослой веры не было, но то, что вот про детские вот Евангелия, я много раз читал этот Новый Завет этот, я как-то ссылку скинул, там очень интересно, там, я посоветовал бы это, если детям кому-то вот это вот, им надавать, потому что там конкретные цитаты, там нету такого, ну, там описано, ну, какое-то общее описание, там конкретные цитаты из Евангелия, но и Деяния апостолов, и разрисовано все очень красиво, там не так, как в детских Библиях, вот, ну, у меня не было сомнений в этом плане, это в этом, поэтому так, а потом уже взрослая вера, это все потом, когда уже повзрослел, тогда я понял, что это все, все, что я с 11 лет, так сказать, до 20 где-то, до 19, 20 где-то, все, что я хотел, я как блудным сыном себя ощущал, то есть, я все это хотел, это все пустое, там никакого счастья не нашел, и вот внутренняя, внутренняя потребность, внутри, внутри я страдал, внутренняя потребность была, вот, вот именно как вернуться к отцу, такая внутренняя потребность, ну, оттуда уже, уже дальше, Бог в моей жизни чудеса творил, так скажу, вот это так, ну, это отдельно. Ну, брат, расскажешь туда? Вячеслав, можно спросить, Вячеслава, один вопрос? Вот, Вячеслав, а вот вы можете поверить, как Захей, то, что сейчас вот с вами дома сидит за столом Бога-человек, то есть, Христос Мессия обещанный? Не, ну, я, если честно, вот как Игнатий Тихонович тоже сказал, у них была еврейка, я скажу нет. Потому что, Мечслав, отвечайте. Ну, а как, Бог же все может, ну, как это? Как, нет, как, ну, как, Бог же все может, как иначе? Ну, так сказать, тоже это, Бог все может, но то, что именно с собой за столом сейчас кушает этот человек, это есть Бог? А, или как, когда шли с Лукой, да, когда шли... нет, а вы смотрите, вы знаете этого человека, вы представите, вы знаете святого человека, прям, вы знаете, что он, у него есть отец, мать, вот для вас такая информация известна, он, ты знаешь, что он святой, делает чудеса, называет себя Бог, вот он с вами сидит, вот вы в таком случае, ты бы поверили, что это Бог, что вы знаете же, что он родился, там, у него есть мать, отец, отец, ну, даже такого представить, как бы, если ты его знаешь, но это как, как те, которые, ну, его соплеменники, которые в его городе жили, не поверили, поэтому он не мог творить чудес, как те люди, я себя в такой позиции не могу поставить, не знаю, Яков, брат Господень по плоти, почему он не сразу, он очень долгое время не мог уверовать, что тот человек, который жил среди них, ел, пил, рос с ними, то есть это и есть обещанный мессия, и его можно понять? Ну, потому что, ну да, потому что они его видели, как бы, что он перед ними рос, обычный человек, обычный, как все, ничем не отличается, но и они, и не обращали на него, ну, ну, собственно, обычный человек, да, что тот, как он может быть мессией, действительно, ну да? Вот это и есть ответ, то, что евреи не могут принять антихриста, когда он придет, он человек и будет выдавать себя за Бога, но еврей просто не может принять, что обычный человек в плоти крови, выдавая себя за Бога, говорит, ну, то, что он Бог, поэтому, и говорится, то есть весь Израиль спасется, и в другом месте остаток спасется, а все говорят, они не спасутся. Да, остаток, остаток, это и апостолы, и те, кто уверовали, и те, кто в последнее, в самое последнее время уже, когда уже проповедь будет не к язычникам, а к евреям, то есть тем, кто в последнее, самое последнее время будет, до непосредственно прихода второго пришествия Христа евреи. Так? Ну да, вот придет антихрист, и будет выдавать такой человечек себя за Бога, ты примешь его? Ну, почему? Язычники, может, и примут, и сектанты, но евреи нет. Потому что не знают Слово Божие. Ну, те, которые не знают Слово Божие, не верят, конечно, те примут, которые, которым уготована гиена огненная, те примут. яйца огненная, расскажу сегодня про сегодня как с начальником разговаривал сегодня мне с утра вызвал горит пожаловались горит на тебя пришла горит женщина какая-то ну см сотрудница начала говорю говорить что вот этому не ника непосредственно моему начальнику которые по по линии фсб отвечает говорит ты горит там агитируешь говорят что-то там пропагандируешь проталкиваешь герстилом религиозную литературу то есть жалобу на меня то есть непосредственно пошла главный начальнику а по фсб то есть это чтобы там на уровне экстремистов там куда-то вот в эту степь задвинуть и вот попросили горит ни с кем не общайся говорит ни с кем не разговаривает ты же знаешь где женский коллектив это горит болото они там все изменит я говорю ну все уж я все говорю раздал все что можно никому говорю я ничего не проталкивал никогда это хоть на работе своей одно время пошло штук 6 евангелий беру с собой раз раздам люди сами берут кому-то даешь предлагаешь они гордовой даешь а другая смотрит говорит а мне давай в итоге всем сменам там которых я был и раздал но мысль у меня была что это будет этот что люди начнут найдутся те кто будут что-то воевать против благовестия но и были те прям кто скрежетал зубами у капитально подходишь там говоришь евангелие если вам надо я могу вам дать на него нет не отойди отойдет нас отойди и уйди от меня уйди прямо такие есть и вот скорее всего какая-то из таких и начала противоборствовать а если бы интересно если бы это не был мой знакомый через которого я устроился там другой разговор совершенно был а еще мы еще предстоит разговор с ним я ему то все объясню что ты его под не я его подставляю а господь его подставляет поднесение нормального креста и но он верующим себе ну как бы вот он конкретно мне под начальники по моей бороде мне высказывали а он подошел меня спросил я ему ответил говорю я верующий и поэтому написано в библии я поэтому это исполняю я говорю или муж сказал что у меня другие спа что он сказал все никаких вопросов ты горд ответил больше никаких вопросов по поводу этого к тебе ни от кого не будет то есть он стал на мою защиту там на высшем уровне то есть и спросил какой храм ходишь и прочее прочее насколько верующие не знаю но насколько может быть верующим работающим фсб то есть я не знаю возможно ли там быть особо то верующим глубине там как-то может сочувствующим но все-таки все равно господь и выставляет его но тут вот и удары по нему то есть как бы тоже то же время вот предстоит еще разговор так что вот такие дела прошу молитв будем молить вячеслав укрепи тебя господь и нато сергей благодарю давайте братья у кого какая-то тема есть давайте поговорим еще у нас есть еще немножко времени 5 минут не что-то в голову сегодня ничего не приходит сегодня как спокойно я уговорите можно поделюсь своими впечатлениями а поездки у потеряем по на 20 дней да 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 точно и на то сергей одно дело когда ты посещаешься на недельку она когда быстро проходит и все так вот главное ты оттуда берешь а вот когда из-за дня в день происходит общение следовать им тихоновичем из-за дня в день ты видишь одни те же самые лица одни те же самые стены то чувствуешь себя как настоящий кельди в подостыре я вспоминаю такой 500 в лесу когда мы сотоварили свои для пруда кстати сейчас у тебя по виде ролику смотрел как доставили трактор но бульдозер чтобы грунт насыпать на найти мостики на эти плотины и укреплять его там вот когда мы готовили свои то в лесу утром всегда много комаров ну а я живу в местности дети комаров практически нету очень хороша та часть донбасса где живу что тут тепло но влаги маловато и чтобы урожай был нужно поливать там все это хватает потеряевки земля хорошая чернозем и лес есть мы особенность комары вот она что я сделал для себя маску но трудился долго над ней искал материал и так далее думаю все теперь не буду страдать от них агнатки тихонов говорит с ними и и вот представляете отдавать игнату на корм комарам у меня к это как-то но не понравилось так герой на тигры в последний раз послушаюсь вот он говорит о других не ходят в масках я говорю так у них и нет этой маски и сделал себе ну что же мне равняться на тех у которых нету но они может терпят этих комаров а меня они уже достали вот ну может такое испытание было меня чтобы комары покусали это конечно лучше чем клещ был такой случай когда сутки не покупался но там условия специфические если саптас не найдешь возможности выкупаться да то будешь сказать потном спать а мы цивилизованных квартирах городских живем и нам подали воду удобства а тут такая ситуация то что уже я неприхотливый и походный мальчик но тем не менее испытывал определенные неудобства только этот меня пился клещ но хорошо что там клещи не энцефалиты они тогда разоразны когда про зимуют в теле умершего животного в трубе вот но тем не менее когда его увидел на следующий день мне как-то стало не по себе но вот живет во мне этот клещ и сосет кровь и ничего ты с ним не можешь сделать больницы там нету поликлиники там нету медпункта там нету ну как-то надо от него избавляться а как когда он впился в тело вот был такой эпизод ну что пытался в иголка поднять а он там уже как бы прижился и вот ничем эту только каленым железом можно выпаливать такой делюсь опытом я просто напросто приподнял шкурочку на бедре где он у меня уселся и срезал его ну и залил этим самым йодом нормально было все правда шрамик по сей день и жена все спрашивают куда у тебя этот знак почета но я молчу не рассказываю ей она мне очень осторожно так сказать критически относятся к моему общению всем этим тихоновичем но тем не менее собирает деньги на дорогу потеряевку и не возражает особенно вот такая ситуация так что был мне такой-то эпизод когда я инатий тихонович ослушался я скажу прямо что решение которое он принимает на житейском уровне я не говорю богословие тут ему равных нету ну скажем так безошибочные но далеко не всегда оптимальные поэтому я иногда с ними надо вступал так сказать в полемику потому что тоже красок не лыком шиты кое-что знаю и могут предлагать предлагать варианты более скажу так на мой взгляд лучшие но тут надо учитывать что ты не хозяин а в гостях и поэтому приходилось смиряться вот такое мне впечатление поездку потеряевку кстати приехал оттуда на работу вышел спустя 10 дней а потом еще был где-то 8 дней вы на урале болитогорска своего сына как раз начался петров пост так вот обратили внимание на работе что я прибыл туда избожденный худой и вызвать через три четыре дня заболел причем температура была 39 40 градусов три дня с пятницы по воскресенье а в понедельник слабо пришел на работу но температура нету пошло на поправку и счастье полные силы здоровья даже слава богу за все аминь отошел ответьте а вы как думаете чего вы заболели то от чего чего может быть да почему бы это не поста слава сила слабли потом на работу вышел у нас жарко кондиционер включена был иммунитета слаб немножко и потому что удивило и восхитило это то что никаких последствий не было и 3 дня температура продержалась и я выздоровел правда понедельник был тяжелым утром еле на работу пошел температура нормально было никаких особенно таблеток не пил кроме там шидите пьют лимона пахнет апельсином как все раз называется то что ты пьешь амини мини 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 как-то какой-то вот мини правда сходил еще в скорую помощь воскресенье после службы сказал так сделайте меня так чтоб я на работу выше здоровая но сделали уколы температуры и все все воскресенье провалялся в постели потел пыхтел вот ну в конце концов выздоровел то что за три дня управился а так обычно если заболеют они меньше неделю проходит все это дело вот почему заболел боже попущение слава богу за все серёжа мир тебе а сей христос это это мой младший сынок сейчас его увидите камеру включите да 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 вот я камеру не включаю для того чтобы звук был хороший я включил видно да а вот пошло вот привет и насти это младший сын у него правда детской соберальный паралич но этот парень мне во многом пример у него никогда не бывает никаких хитрость никаких пошлых мыслей похоти ну как ангела во плоти видео между поликом но все я отключаюсь спасти христос аминь аллилуйя но так полтора часа прошло братья побеседовали позанимались слава богу за все давайте помолимся сергей игнатов сейчас я начинал начальную молитву и вы помолитесь пожалуйста слава отцу и сыну святому духу и не пристрела веки веков благодарим тебя господи за то что ты сподобил нас во имя твое собраться и изучать слово твое премудрости дару нам господи знание умение терпение исполнять твои повеления на деле быть твоими истинными чадами божьими и быть во всем послушными тебе аминь слава тебе боже за всех с которыми ты нас людей познакомил друг с другом за нашего наставника во христе даром господи здравия здравия и всего самого того что требуется человеку в преклонных годах дай господи свершиться всем богу годным намерением жителям села потеряевки аллилуйя 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 аминь доброй ночи все